Привет, дорогие друзья! Привет, дорогие зрители! Ну и чудо-комментаторы моё отдельное вам здравствуйте! Ну что ж, поговорим о Севке Задымяне. Надька, ребята, в очередной раз пытается доказать Севке, что она лучше его любимого Колясеньки, причём по всем абсолютным пунктам и статьям. Как оказалось, в ТикТоке Севка требовал, чтоб Колясся напёк ему блинов. Но не тут-то было. Колясся не стал заморачиваться, утруждать себя, побежал быстрёхонько в Галю Баловану, набрал Севке разных блинов, разморозил, поджарил и был таков. Нравится, не нравится, спи, моя красавица. И Севка, конечно, остался достаточно недоволен поведением Коки. Но и здесь Надька, знаете, увидя промах соперницы, решила это всё обернуть к себе на плюс. Севка на планетную, а Надька тут же ему отчитывается на первый Севкин вопрос, что ты приготовила, что есть блины? С пылу, с жару, с творожком и вишенками. Всё, как любит любимый зайчик. И вы представляете, ребята, какая молодец! Вот просто припечатала и растоптала Колясю. Но не понимаешь, Надька, что не пища единой. И ночная кукушка дневную всегда перекукует. Поэтому невозможно тебе тягаться с Колясенькой, как бы ты ни старалась Севке угождать и прогибаться. Какие бы свои кулинарные шедевры ты для него не готовила. Кстати, вообще не могу понять вот этой проблемы и желание всё время его чем-то накормить. Взрослый мужик, участник мастер-шефа, заявляет о себе, да, как чуть ли не уровня профессионального повара. Я, кстати, помню, как он Эктора срал и рассказывал, что может даже лучше самого Эктора-то и приготовить. А тут такая проблема, что Севка хочет блины, и Надька побежала их наготавливать. Хочет, у него есть ручки, ножки, он может встать замечательно на колдобине тесто, и быстрёхонько их забацать. Но, естественно, что Надьки на самолюбие этого выдержать не может. И самое страшное, ребята, произошло дальше. Тогда, когда как раз таки Севка сказал, что эти самые блины забирать не будет. Ну, а если возьмёт, то, знаете, так вот спокойненько наигрень их и отвезёт. И Надька тут же, ага, не хочешь брать, значит, ешь, сбегали балованы. Надька, все люди рано или поздно, хоть раз в жизни, хоть два, хоть три, хоть пять, покупали полуфабрикаты. Но когда лень готовить или времени не хватает, и никто ещё от этого не умер. И только у тебя какая-то нездоровая тяга всё время кормит. Такое ощущение, что, знаете, она действительно идёт по принципу, путь к сердцу мужчины лежит через его желудок. И опять-таки, Надька, непонятно другое. Почему опять у мамы на кухне готовится вот эта самая запрещёнка? Вот Севка недавно верещал, чтобы выкинула все пельмеши. Ты их выкинула, Кока приехал, и беляши опять подаются. То же самое и с блинами. Вот опять ты наступаешь на те же самые грабли. Ну и, ребята, первое, на что у Севки упал глаз, что мама не чёсана. Интересно, ты только сейчас увидел, что твоя мама сидит не чёсана. Кстати, почему ты обратил внимание только на мамкину голову? Вот ты бы обратил внимание, сколько под ней не менее на постельное бельё, на котором она, в принципе, большую часть суток-то и находится. И когда ты говоришь, что в квартире посторонний запах, так вот именно, да, обрати внимание и на постельное бельё в том числе. Потому что большое сомнение возникает, глядя на Надьку, в её чистоплотности. Вот, знаете, не выглядит она как-то как чистоплотная женщина. И уже неоднократно этому были подтверждения. Ну и, недолго думая, Севка решается переключиться на более интересную и интригующую тему. Это, конечно же, Надькин вес. Ну куда, ребята, мы без таких тонкостей и, да, вот этих новостей по поводу её веса. Вообще непонятно, кому это нужно и кому это интересно. Это должны волноваться те люди, которые ей поверили, которые протянули руку помощи ей на операции, которые действительно искренне ей сочувствовали и сопереживали за неё. И вот они должны как раз таки волноваться. Ну и Севка за домян. А вот абсолютно постороннему зрителю, скажем так, да, наблюдателю за этим каналом, в принципе, как-то до фени, что там с Надькиным весом. Но не тут-то было. И Севка, конечно, так и кричит. Дорогая, ты не худеешь. Наверное, Севка, ты только прозрел и только увидел, что, да, Надька по факту не худеет. Всё как было. Вот, понимаете, каждый следующий килограмм она уже принимает как родной. И видно, что потихоньку вес действительно возвращается, знаете, на тот уровень, который у неё был. Да, ещё до той массы далеко. Но умея, знаете, и при этом никак не напрягаясь, ни в чём себя не ущемляя, быстро к этим габаритам она и вернётся. Ну и здесь Надькина, понимаете, самолюбие этого не выдержало. И она пошла в лобовую атаку на Севку. И утверждает, что не надо своё тут ля-лято и распускать. Всё, я худею. У меня уже 90. И запнула. Севка бы пришёл на выручку, типа 93 килограмм она нет, 92 килограмм. Но при этом признаёт, что вес набирается намного быстрее, чем покидает её бренное тело. И я так понимаю, что, знаете, ребята, у них какая-то схватка, вот какой-то бой идёт абсолютно неравный. И Надька победительницей выйти с него не обещала. Потому что какой в месяц подряд идёт уже борьба всего лишь с какими-то лишними несколькими килограммами. Уже, я не знаю, можно было не то, чтобы эти 2-3 лишних килограмма, заявленных ранее Надькой, сбросить. Уже можно было, я не знаю, ну где-то туда под 8-10 килограмм за такое время убрать. Но Надька рассказывает, что вес в упор не хочет уходить. Даже с учётом того, что практически ничего не ест. Питается, знаете, вот так вот по тарелочке 350 грамм. И не более того, конечно, ещё и водичка с лимоном в помощь. А вес стоит и просто не хочет с Надькой расставаться. Ну а мы, конечно, охотно верим, кто мы такие, с ней спорить. Но при этом Надька забывает, что в эту пургую чухню даже сам Севка не поверит. Потому что люди, все, кто рано или поздно сталкивался с желанием сбросить каких-то пару килограмм, понимают, что чем больше у тебя масса тела, тем больше килограмм у тебя будет потеря. И особенно если ты создаёшь шок своему организму, резко сел на диету, то, естественно, первые килограммы будут улетучиваться прямо на глазах. И жидкость лишняя, выходить с этими килограммами. Но не тут-то было. Надька у нас самовумна. Поэтому считает, что её лапшу хавают все и Севка в том числе. Кстати, Надька, ты вот ещё недельки три назад грозила всем нам назло доказать. И Севка тебя провоцировала. Ты кричала «Да, докажу!» и встать на весы и продемонстрировать свой вес. Но я так понимаю, что хвастаться нечем, демонстрировать тоже нечего. Поэтому Надька об этом помалкивает. И, наверное, судорожно думает и переживает, чтобы и Севка об этом молчал. Хотя ранее в роликах он ей предложил взвеситься. Но Надька сказала, что этого делать не будет. Потому что прекрасно понимает, что каких-то таких вот позитивных результатов ждать не приходится. А потом тема Иры. Севка вспомнил, что нужно поинтересоваться, как там чувствует себя сестра после того, как ей вызывали скорую. Но почему ты решил поинтересоваться не напрямую у своей сестры. Да, тебе стоило всего лишь написать или позвонить. А поинтересоваться исключительно даже не у мамки. Да, не у матери, так сказать, сестры. А именно у Надьки. Зная прекрасно, что Надька в курсе всего. А до мамки попробуй. Да, кричись. Узнай какие-то детали, подробности. Ну, в общем, зачем напрягаться. Вот у Надьки спроси. Надь тебе точно даст детальный отчет за все. Что, кстати, и происходит. Надька, тебе самой не стыдно, что все знают, что ты как некое информбюро. Знаешь абсолютно все. Причем независимо от того, нужно оно тебе или нет. Ну и, ребята, тем временем Севка решил проявить заботу о маме. Взять слуховой аппарат и самостоятельно его. И для себя любимого его купи. Чтоб раз за разом тебе кричать-то и не приходилось. И вы знаете, мне очень нравится, когда мамка, как оказалось, виновата в том, что она не слышит. Виновата в том, что плохой слуховой аппарат ей подобрали. То есть виноват не Севка, который забил на это болт. И даже не Надька, которая грозилась, повторюсь, этим заняться. А именно, конечно, куда все дороги ведут в Рим. И вот здесь кто крайне, знаете, как говорят, кто срався. Это мамка. А вот заботливый сынишка сделал все для того, чтобы она могла полноценно и нормально, хотя бы относительно нормально слышать. А тут, представляете, сидит мамка и выпендривается. И даже Надька, согласно Севке, и дует в его дуду по поводу того, как же ей тяжело стало с мамкой. Приходится кричать, голос срывать. А ведь она ее просила, что Васильевна, если вы слышите меня, маякуйте. Хотя бы головой кивайте. Давайте понять, что вы понимаете, о чем я говорю. Но, как оказалось, мамка забывает это делать. И Надьке приходится, знаете, перекрикивать и перекрикивать по новой. Надька, с твоими децибелами тебе даже кричать не приходится. Ты настолько шумная баба, что, мне кажется, от тебя либо давление поднимается, либо головная боль появляется просто моментально. Вот только услышишь твой вот этот какой-то рев, и все, кричи пропало. Может быть, мамка, как вариант, осознанно от тебя промораживается, чтобы с тобой лишний раз беседы никакие не вести и твои вот эти истерии и припадки не слушать. Ну и тут Севка, ребята, разъярился и вступился за Надьку. Мама, какого хрена люди из-за тебя должны срывать свой голос. Севка, а ничего, что это Надькина работа. И когда ты кричишь, какого хрена, она прекрасно должна была понимать, на что она идет. Мамка плохо слышит, мамка плохо видит, мамка лентяйка, нужно будет готовить, памперсы убирать, выносить и так далее. Это понятно было. Так какие теперь претензии к мамке? Если Надьке не нравится, она в любой момент может отказаться и поберечь свою глотку казенную. И привет не до горки-то и сделать. Ну и дальше, ребята, Севка решил вернуться опять-таки к теме сестры и рассказать, что Ире плохо не потому, что у нее там шандарахнуло давление или что-то случилось с ее здоровьем. Я не знаю, какие там подробности, ребят, не буду вдаваться. Но виновата не Ира, вернее, даже не Ира, не ее здоровье подкачало. Виноваты, как всегда, хейтеры, потому что они клянут день ото дня и вот такой результат получается, страдает Ира. Но, Севка, начнем с того, что я ни разу не встречала и не видела, что кто-то клял конкретно твою Иру. Но зачем ты вот берешь первый, занимаешься провокациями и уличаешь, да, упрекаешь, предъявляешь людям то, что ни один из них не сделал. Вы знаете, я ни разу у себя на канале не видела комментариев, а вот я проклинаю Иру, я проклинаю ее детей и, конечно, я проклинаю ее внуков. Люди могут высказывать свое мнение, независимо, кому-то нравится Ира, кому-то нет. Но не было никогда никаких проклятий. Зачем ты трындишь о том, чего нет? Ну и, конечно, ребята, виноват кто-то. Вот не к нему, да, возвращается то, что он людям отправляет. На пару, кстати, со своей мамкой. А именно это действует проклятие людей. И опять-таки, Севка, если действует так проклятие людей, то где Олеся Ангелова? Пора ставить и на Иру защиту. Некие вот эти свечки с Иерусалима Ире передают в помощь. Пускай поджигает, жгет и не будут проклятия действовать. И опять-таки, Севка, а ты, когда берешься проклинать, ты не думаешь о том, что к тебе твои проклятия-то и вернутся. И так как у тебя нет потомства, да, нет потомков твоих, то, возможно, эти проклятия на вас-то обратно и распространяются. И даже, возможно, не желая того, Ира явно не делает то, что вытворяет Севка. И уж тем более никого не проклинают. Но и она может стать заложником ситуации. Потому что вы одного рода. Ты, по большому счету, и сам неплохо справляешься и стараешься. Тебе даже хейтеры для этого не нужны. У тебя такая глотка какая-то, даже не казенная, а прокаженная, которая такие вещи озвучивает, что многим хейтерам до этого зачихнутся. И, кстати, Севка, проклинать берутся далеко-далеко не все. Потому что понимают, что это грех, грех перед Богом. А никто не хочет повязануть в каких-то, я не знаю, загрёзнуть в каких-то грехах из-за тебя. Но не стоишь ты этого. Почему ты не можешь до сих пор понять, что люди смотрят тебя, абстрагироваясь от тебя, от твоего канала, просто уже как некое шоу. И смотрят, чем это самое шоу закончится. И уже давным-давно ты не можешь людей вывести на те эмоции, на которые выводил ранее. И насчёт проклятий, ну нафиг ты кому-то впал этим заниматься. И себе карму-то и портить. И думать потом, вернётся это тебе, не вернётся. Нафиг оно кому-то надо. А вот ты, да, ты молодец. Ты абсолютно ни разу не задумываешься о последствиях. И, кстати, непонятно, почему тебя в последнее время, слетевшего с катушек, та самая Олеся Ангелова, никак, ребята, не останавливает, не призывает, да, там, вразумиться, не слать проклятия, ведь это такой вот страшный грех. Тем более, как она может это слышать, тот человек, который с монастырей и храмов не вылазит. Тем более, к концу года. Ведь вам ещё необходимо какие-то ритуалы и завершить, чтобы у тебя всё хорошо было в следующем году. А как же можно совершить, когда ты так, собственно, свою карму-то и испоганил. И неужели Бог тебе вот так возьмёт, простит и создат благодаря Олеся Ангеловой удачный следующий успешный год, когда ты стольких людей проклял, стольких людей, да, оскорбил, унизил и так далее. Поэтому, Севка, не надо приписывать хейтерам то, что ты сам благополучно проделываешь со своей сестрой. Ну, а если вообще абстрагироваться от этого, да, быть атеистом, возможно, или не верить там в эти разные магии, проклятия и так далее, то здоровье может подкачать абсолютно у любого. Так же самое, как и давление прыгнуть или упасть, может даже у абсолютно здорового человека. Все мы ходим, да, под Богом, и никто не застрахован от того, что завтра может случиться, стать тебе плохо. Точно так же, как завтра, ты можешь пойти, да, и вернуться домой там с ангиной или, не знаю, с температурой 38. Все мы живые люди и всякое бывает. Но согласитесь, как удобно, да, приписывать это всё хейтерам и раздувать, вот, я не знаю, высасывать с пальца, скандаль, скандаль, шкандаль, как угодно, лишь бы это монетизировать. Тем более сейчас, когда стоит трудиться, не покладая рук. Тем более, когда ещё и Коляся собрался в Буковеле на отдых вести. Севка отдохнуть, Колясенька там вообще, ребята, как ребёнок от восторга прыгает полные штаны. Счастье так и хотелось сказать, Кока, штаны-то поменяй, потому что его везут на отдых, он будет учиться на лыжах кататься. Поэтому, естественно, севке нужно нормально заработать, чтобы перекрыть неделю отдыха с Колясенькой. Поэтому вот такую чухню и исполняю. Ну и, ребята, Надька не забывает севке выносить мозг тем временем за блины. И так и кричит о том, что, Самвел, я тебя умоляю, сам не будешь есть блины, значит, хотя бы Колясе передай. И прекрасно понимает, что может настать тот момент, когда севка захочет жиренькать, и Кока быстренько их разогреет, и севке подаст Надька. Но ты как какая-то упоротая. Они были в метро. Они забили себе холодос. С голоду они 100% не помрут. И опять-таки, если севка всегда на себя жлобит, то на любимку он ничего не жалеет. И нормально тарится. Кока приехал, и первое, что сделал, позаботился о себе любимом и забил этот самый холодос. И только ты считаешь, что без твоих блинов никто не проживет и, не знаю, не переживет, если их не будет. Два взрослых мужика доставь ты их, в конце концов, со своей жиротвой и спокой. Тем более тогда, когда уже даже севка запрещает Коки у тебя жрать. И так и говорит, съедай полпорции, потому что Надька тебя раскормит до масштабов своего Толи, ну или дикого кабана. Что ранее в видосах мы слышали. Он уже понимает, что ты не готовишь здоровую пищу, диетическую пищу. И, естественно, не придерживаешься никаких там порций в виде 350 грамм. Потому что, по факту, пельмени ты наваливаешь, ну, грамм, я думаю, 600-700 в тарелке точно плюхается. Еще и сдобренное сливочным маслечком. Правда, да, сливочное маслечко подкачало. Ты сама, севки сказала, домашним. Он с вами не поделился. Но ничего, все худшее себе, а лучшее пускай кушает любимый зайчик. Ребята, во второй части обзора мы обсудим проклятия, да, и севки на выступление в сторону Снежинской. А именно в этой части я уже, в принципе, все сказала. Продолжение следует, как всегда. Всем пока. До новых встреч.